Итак, смотрите, я сейчас включаю экран. Вы тоже параллельно со мной включаете экран, чтобы вместе все делать. Итак, находим приложение Арифлейм. Обычное приложение Арифлейм. Не Арифлейм бизнес, а Арифлейм, через который мы размещаем заказы. Здесь я буду выключу пока, чтобы не отвлекать. У меня грузится долго. Почему то? Но вы параллельно со мной, пожалуйста, делайте, потому что, чтобы сразу вы понимали, где что находится. После того, как мы с вами поработаем в приложении, мы то же самое посмотрим на компьютере, то есть где находить ссылки на Е-каталог и как формировать собственный каталог. Итак, мы открыли приложение, и самая первая страница, если посмотреть внизу по значкам, да, ну значит, не у меня одной, да, если внизу посмотреть по значкам, то это самый первый раздел у нас, где нарисован домик. Вот. И в этом разделе, домике, мы находим раздел Е-каталог. Нажимаем на эту кнопочку Е-каталог. Вот она у нас, да. Правый верхний угол Е-каталог. Нажимаем и заходим в приложение, где находятся все Е-каталоги. У нас всего два вида Е-каталогов и одна реферальная ссылка. Один вид Е-каталога для того, чтобы активировать и регистрировать, а второй для того, чтобы работать с клиентами. То есть в Е-каталоге, который предназначен для активации и регистрации, там есть ссылка на регистрационную форму. В Е-каталоге, который предназначен для работы с клиентами, там нет этой ссылки, но там есть возможность создавать персональные каталоги, то есть по разделам, да, например, каталог Велнос, каталог декоративной косметики, каталог средств по уходу за телом, мужской каталог, там, да, мужские продукты. То есть есть возможность отдельно создавать каталоги. Итак, вот мы попали на раздел «Делись и зарабатывай». Прямо с самого начала читаем, что у вас там написано. Параллельно вы делаете то, что я говорю. Теперь с помощью Е-каталога личной реферальной ссылки тебе будет еще проще делиться информацией о продуктах и рекомендовать их. В условиях того, что в ближайшие четыре каталога у нас не будет бумажных каталогов вообще, то есть пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, да, ближайшие пять каталогов, то нам очень важно разобраться с тем, как работают Е-каталоги и какие они бывают. Вот. Здесь есть памятка немножечко, да, то есть обратить внимание, чтобы получать выгоду от размещенных заказов онлайн-клиентов через Е-каталог, мы должны быть самозаняты или индивидуальные предприниматели. Вот. Теперь, прежде чем мы начнем работать с Е-каталогами, вот они дальше у нас две ссылочки, давайте рассмотрим, в чем разница. Вот есть такая таблица, она есть и в компьютере, с ноутбука, там, да, с компьютера, неважно, и в приложении. Итак, в чем разница между этими двумя Е-каталогами? Клиенты могут регистрироваться самостоятельно и размещать свои заказы сами. Если вы используете Е-каталог для приглашения активации, вы видите, да, что да, они могут это делать, то есть стоит слово «да». В Е-каталоге для работы с клиентами нет такой возможности, клиенты могут только отправить вам заказ, который они собрали. Дальше. Доступность конкретного продукта видна в каталоге, то есть клиент видит, какие товары сейчас доступны онлайн, а какие нет. В Е-каталоге для приглашения активации это есть, человек видит, что есть, а чего нет. А в Е-каталоге для работы с клиентами клиент наш не видит, что есть, а чего нет. Дальше. Есть возможность использовать реферальную ссылку на Е-каталог. В первом случае есть в каталоге для приглашения активации, во втором случае нет. Дальше. Клиент может отправить заказ по WhatsApp, Viber или электронной почте. Если мы используем Е-каталог для приглашения активации, клиент не может это сделать, потому что последним шагом в данном случае является регистрация, вернее, предпоследним, да, то есть человек сначала набирает в корзину, и потом ему предлагается зарегистрироваться, либо войти в личный кабинет, если он уже зарегистрирован. Вот. Поэтому они не могут отправить заказ. А вот в Е-каталоге для работы с клиентами есть такая возможность, и ваши клиенты могут вам отправить заказ в Viber, WhatsApp или по электронной почте. Дальше. И тот, и другой вариант без вреда для окружающей среды. Это понятно. Дальше. Есть возможность сформировать единую ссылку для нескольких выбранных страниц Е-каталога. Это вот те самые персональные Е-каталоги, да, персональные маленькие каталоги, которые мы можем создавать. Мы можем их создавать в Е-каталоге для работы с клиентами. В Е-каталоге для активации и регистрации мы не можем создавать такое только для работы с клиентами. Ну и засчитывается для участия в гран-при. Первый случай засчитывается, во втором случае нет. Вот. Итак, теперь дальше смотрим. Делись Е-каталогом для приглашения и активации. Вот самая первая ссылка – это Е-каталог для приглашения и активации. Вот. Мы можем им делиться для онлайн-клиентов, чтобы они могли войти на сайт и зарегистрироваться, и сами, чтобы смогли разместить заказ. Либо мы можем использовать этот каталог для работы с уже зарегистрированными партнерами. Дальше. Вторая ссылка. Вот идет, да, Е-каталог для работы с клиентами. Мы используем для клиентов, ну вот, наверняка у каждого из нас есть такая категория людей, которые говорят, я не хочу регистрироваться, я ничего не хочу, я хочу, чтобы ты мне просто приносила то, что я заказываю. И вот как раз для них мы используем вторую ссылку. И зная потребности своего клиента, вот как раз во второй ссылке мы можем создавать персональные каталоги. Итак, сейчас. Я сделаю вот так еще. Открою чат. Сейчас пробуем открывать первую ссылку, да, то есть для того, чтобы нам ее открыть, нам нужно сначала скопировать. Нажимаем вот эту вот цепочечку на зеленом фоне. Нажали. Ссылка скопирована. Дальше мы можем ее отправить, ну, в любое приложение. Я отправляю в избранное сама себе в Телеграм. Вы, пожалуйста, параллельно делайте то же самое. Если есть какие-то вопросы, то сразу задавайте и либо пишите. Итак, вставляю ссылочку сама себе в Телеграм. И открываю. Будем надеяться, что откроется, потому что в предыдущий раз у меня не открывалось сегодня почему-то. Все, отлично открывается. Итак, вот мы открываем Е-каталог. Все, как обычно, листаем. Дальше, да, предположим, хотим сделать заказ. Допустим, да, я добавляю заказ детский шампунь, то есть рядом с каждым продуктом мы видим значок сумочка. Вот прям сумочка на крышечке шампуня детского получается, да. Дальше я иду, листаю. Ну, я хочу, например, вот эту тушь-новинку. Причем, обратите внимание, вот рядом с кисточкой туши у нас есть значок сумочка. Это значит, я отправляю в корзину. Вот у меня одна тушь отправилась в корзину. И дальше под значком сумочки есть значок информация. Тоже нажмите на эту кнопочку, и вы увидите информацию про эту тушь, да, то есть в чем особенность этой туши. На двух страничках, скажем так. Как использовать эту кисточку? Тоже показано прям по картинкам, да, то есть кисточка необычная, тушь-новинка, и чтобы правильно использовать, любой партнер, который открывает вот эту информацию, он может сразу увидеть, да, то есть не возникает вопроса. И при этом, когда вы работаете со своими партнерами и со своими клиентами, обязательно обращайте на это внимание, что на продуктах, кроме значка сумочки, есть еще и информация. Итак, вот еще раз посмотрите, да, вот у нас информация. И еще один момент. Здесь у нас еще и в видео можно посмотреть над фразой инновационно изгибаемая щеточка. Вы видите значок play. Нажимаю, и у нас идет ролик, то есть 15-секундный ролик идет рекламный. У нас получается, Е-каталог – это полноценный такой, ну как, даже не знаю пока какое слово подобрать, да, то есть там есть информация в видеоформате, особенно если это новинки, на парфюмах есть видеоинформация, есть информация в письменном виде, есть информация в виде текста, да, в виде картинок, то есть то, что помогает любому клиенту разобраться с продуктом, ну и прежде всего нам, да, учитывая, что мы в ближайшей каталоге будем видеть только Е-каталоги. Вот. Вот это понятно, напишите, пожалуйста, либо голосом скажите. Все увидели значки информация «Е-плей» для загрузки видео. Да, все видно, все понятно. Все, отлично. Итак, тушь я отправила, иду дальше, да, у нас же идет скидка с помадой, значит, где у нас она идет? Мне нужно еще выбрать и помаду. Я пролистала помаду, да? Нет. Дальше, значит. Вот, то есть я могу еще выбрать помаду. Здесь у нас еще про акцию, то есть когда мы работаем сразу, да, параллельно про это показываем. Итак, вот у нас идет, идут помады, и мы можем выбрать любую. Ну, вот я выбираю, да, вот эту вот. Где у нас она? Гранатовый сок пускай будет. Опять же, вот идет название. Иди, не попадаю. А, вот они, по названиям идут. Все, я нажала на сумочку, и идут по названиям. Я хочу гранатовый сок. Выбрала. Да, одна штука, добавить в корзину. Видите, да, с оттенками помады нужно выбирать название помады. Дальше, опять же, здесь у нас есть информация рядом с помадой. Смотрим, да, в чем особенность этой помады. То есть компания дает нам короткую информацию, которая дает представление о продукте. Итак, вот я выбрала три продукта. Детский шампунь, тушь и помаду. Нажимаем на сумочку. Вот он у меня идет, да, помада, тушь, шампунь. Перейти в корзину. Переходим. Итак, идем дальше. Ну, здесь просто у консультанта уже есть набор полотенец, поэтому оно выходит. Да, все. идем, идем, идем. Так. Где? Где? Где кнопочка дальше? Подписками не будем. Я не вижу кнопочку дальше. Сейчас бывает, у многих приложений эта кнопка отсутствует почему-то. Так, ну, в прошлый раз мы делали, у нас все выходило. Она подвижает сайт, Люба, нужно подождать какое-то время, и эта кнопка потом появляется. То есть, видимо, система до конца прогружается. Значит, ждем. Вот, все, появилось. Далее. Ну, вот здесь видно, да, что мы уже попали на страницу консультанта. Вот. И поэтому вот здесь по-хорошему мне нужно было выйти, чтобы было понятно, потому что последний шаг в данном случае будет либо войти в личный кабинет, либо зарегистрироваться. Вот когда через первый Е-каталог мы работаем. Сейчас мы попробуем сделать вот так. А там появилась вроде кнопка, да? Кнопка появилась. Ну, поскольку я уже была в личном кабинете партнера. Вот. Сейчас я попробую сделать по-другому. Так, еще раз. Так, также отправляю. Вот у меня тушь. Ой, шампунь отправила. Отправляю тушь. И отправляю по акции помаду сразу. Да, помаду нам нужно выбирать оттенок, который мы хотим. Гранатовый сок я хочу. Вот. Прям можно проверить. Отправить в корзину. Итак, идем в корзину. перейти в корзину. Нет, у меня все равно вот идет на страницу партнера. Ждем, когда прогрузится. То есть, если человек не зарегистрирован, а нет, вот идет. Далее. И последнее ему будет предложение. Это зарегистрироваться. Получить в пункте выдачи. Дальше я выбираю, ну, например, да, пятерочка. Я просто сейчас от балды тыкаю. Куда попадет, я не знаю. Сюда пускай будет, да. Вот это вот пускай будет. Далее. Далее. И вот. Для того, чтобы получить заказ, видите, да, выходит кнопка зарегистрироваться. Стань партнером бренда. Выгоды. И дальше. Емейл, имя, фамилия, дата рождения, адрес. И все как обычно. Видите, да, здесь, то есть пароль сразу устанавливает человек сам. Соглашается совсем. Подтвердить. Это в том случае, если человек не зарегистрирован. То есть вы вот эту ссылку, например, при рекрутинге отправляете потенциальному партнеру, и он делает заказ и регистрируется. Регистрация уходит под того человека, кто отправил эту ссылку, Лиля. Поняла? Нет, нет, Люк. Это человек регистрируется в качестве онлайн-клиента. Ну, в ту команду, в которую отправил ссылку. Да, да, то есть в качестве онлайн-клиента. Да. Вот. Это в том случае, если нет регистрационного, если нет номера. Если есть номер, то мы просто нажимаем, это для активации, да, то есть мы спящих партнеров хотим разбудить. Отправляем ссылки, и у меня уже есть номер. Нажимаем кнопочку «Войти». И дальше номер и пароль. Девчонки, Люба, девчонки, а какой онлайн-клиент? Сейчас онлайн-клиентов нет. Они все переведены в статус просто партнера. Даже в информационном листе нет такого статуса, как ОК – онлайн-клиент. Куда, значит, тогда он уходит? Он все равно уходит к тому человеку, с какого номера ушла ссылка. Нет, это понятно, это понятно. Он уходит в персональную группу в первый уровень. Ну все, ну просто как обычный партнер. Да. Правильно? Да. Спасибо. Вот. Итак, у нас первый вариант. Если нет номера, подвожу итог на этом месте, да, если нет номера, то регистрируется человек. Если есть номер и спящий, например, да, он заходит и размещает заказ, как обычный партнер, у которого уже есть номер. Тот, кто регистрируется, уходит в первый уровень к тому человеку, с чьего регистрационного номера был отправлен Е-каталог. То есть, да, например, вот я сейчас отправила Е-каталог там со страницы дочери. Значит, это будет первый уровень дочери, а не у меня. Вот эти моменты имейте в виду просто, да, если вы вдруг зашли в другую, на страницу другого партнера. У меня просто были ситуации, когда человек заходил на страницу другого партнера, забывал выходить, думал, что он на своей странице, особенно в начале каталога, отправлял Е-каталог, ой, отправлял ссылки, отправлял Е-каталог, человек регистрировался и оказывался в другом месте. Вот, поэтому Е-каталог тоже как реферальная ссылка работает, да, Лиль? Единственное, что здесь с продуктом сразу, да, то есть просто реферальная ссылка, она работает только на регистрацию, а здесь человек смотрит каталог и может в конце зарегистрироваться, сделать заказ. Да, ну вот видишь, Лер, да, то есть пока сама не попробуешь, не поймешь, что это такое, поэтому особенно, когда вы помогаете своим партнерам и заходите в личный кабинет к другим партнерам, например, да, то будьте, пожалуйста, внимательны, не забывайте выходить оттуда, чтобы, ну, случайно не было таких ошибок. Итак, это была первая ссылка на Е-каталог, это Е-каталог для тех, кто уже зарегистрирован, и мы хотим активировать или для тех, кто не зарегистрирован, да, но может зарегистрироваться и разместить заказ. Сейчас мы заходим заново на ту же самую страницу в приложении Арифлейм. Долго у меня грузится этот раздел, поэтому вы параллельно все делаете. Итак, снова Е-каталог. Я вам рекомендую проделывать, даже если вы это делали, повторить еще раз, может быть, какие-то новые открытия. Я потому что каждый раз, когда делаю, какие-то новые открытия получаю для себя. У меня вот почему-то не, я губные помады могла посмотреть и положить в корзину, а остальные продукты у меня не получилось положить, ни за что не кладется и даже не увидела, где корзина. Остальное так все понятно. Может быть, медленно загружать, ведь у нас тоже было, что не видно было кнопочки «Дальше». Чуть-чуть подождать нужно было пока. Все понятно. Хорошо. Попробуйте еще раз, ладно? Итак, идем дальше. Вот первый каталог для приглашения активации. Мы с ним поработали, активировали спящих, зарегистрировали новых сразу с заказом. Теперь у нас есть клиенты, которые не хотят регистрироваться, которые хотят, чтобы мы им приносили. Вот для них есть ссылочка отдельная. Также копируем, нажимаем на эту цепочку. Ссылка скопирована. Я снова иду в Телеграм сама себе отправить. Вы каждый сам себе отправляйте. Вот, отправляю. Дальше захожу по этой ссылке. Захожу по этой ссылке. Почему я опять туда попадаю? Сейчас мы сделаем вот так. Убираем. Это убираем. В чужом телефоне это потемки. Заходим по этой ссылке. Также у нас открывается каталог. Е-каталог. Все то же самое. Мы также можем листать. Вот у нас, да, также мы полистаем. Я не буду далеко уходить. Здесь все то же самое. Также есть информация. Также есть ролики короткие. Но я вот добавлю сейчас шампунь, мыло и мочалку. Детский набор я собираю в подарок. Иду в корзину. Вот у меня получается в корзине три элемента. Детская мочалка, детское мыло, детский шампунь. Общая цена 577 рублей. И дальше есть кнопочка отправить. Отправить заказ через Viber, отправить заказ через WhatsApp и просто отправить. Это значит через электронную почту. Вот. Отправим через электронную почту, например, да. Имя партнера свое пишу, e-mail свой пишу. Вы можете попробовать и через Viber отправить, и через WhatsApp отправить. Имя клиента я пишу Анна, e-mail клиента написала. Ну, то есть здесь нужно знать электронную почту партнера бренда Ariflame. Поэтому вот этот нюанс есть, да. Отправляю. Закрыли. И дальше я смотрю, у меня должно прийти письмо от компании. Да, вот у меня пришло письмо от компании на электронную почту. Размещен за... Клиент разместил заказ в e-каталоге, да. Имя и продукция. Что за продукцию разместил клиент? Люба, покажи электронную почту, что пришло у тебя. Вот. Видите? Я со своего телефона. Я просто с двух телефонов сижу тут. Вот в моем телефоне пришло, да, что клиент разместил заказ. Здесь продукция, что именно заказал, и общая стоимость. Люба, а там пишется имя клиента, фамилию? Имя клиента, то, что клиент заполнил, когда отправлял ссылку. То есть если клиент написал там, да, Сидорова Маша, электронную почту, то вот это пишется. Давайте попробуем отправить через WhatsApp. Что выйдет? У меня Viber нет, поэтому не буду отправлять через Viber, да. Но вы можете попробовать через WhatsApp. Кстати, через WhatsApp у меня в прошлый раз тоже не отправлялась, зависала. Если у кого-то получилось через WhatsApp, то напишите, либо скажите. А вот в этот раз у меня получилось. Отправила подруге. Через WhatsApp, да? Да, через Viber подругу я отправила. Она говорит, все пришло. Ага, отлично. Ну, у меня вот так вот выходит. В прошлый раз тоже, кстати, так же было. Она приходит 20% скидкой или же так? Нет, нет. Там идет по полной стоимости. Поэтому я не буду через WhatsApp отправлять. Вот. Хорошо. Да. Это клиентский, потому что каталог. Поэтому там нет скидки. Теперь дальше. Смотрите. Ага, еще какой вопрос? Попробуй мне отправить через WhatsApp. Не отправляйте меня, WhatsApp не открывается. А, понятно. Я не знаю, почему. У меня и в прошлый раз не получилось, да? Через электронную почту отправляется, а Viber нет. Поэтому вот, ну, попробуйте, поэкспериментируйте. Три кнопочки. Смотри, смотри, Люба. Может, бизнес-аккаунт нужен через WhatsApp? Нет, нет. Нет, Люба, потому что ты зашла под своей учеткой и себе пытаешься отправить. Нет, я вообще, я пытаюсь зайти в WhatsApp. У меня не открывается WhatsApp. Нет, я вчера тоже с этим столкнулся. Я тоже вчера проводил прямой эфир на эту тему. И там, в общем, когда заходишь под, ну, то есть я зашел в каталог, в электронный каталог для клиентов, да, который отправил с телефона сына. Зашел, и WhatsApp нормально открылся. То есть вот то, что я хочу отправить. А когда я захожу со своего телефона, открывая электронный каталог и нажимая вот это отправить по WhatsApp, он не дает открывать. Он не открывает, вот это выходит страница, внизу там этот текст есть, что нужно отправить, да, то, что я хочу заказать. Он не работает. А, я поняла. Ну, поскольку я в своей учетке уже есть, сама себе как бы не отправляется. Если я зайду с номера, вернее, выйду со всех номеров. Если ты отправишь этот электронный каталог сейчас дочке, например, на телефон, и она откроет. Откроет, да, не открывая свой личный кабинет. Да, все, я поняла. Самой себе, при открытом личном кабинете, самой себе не отправляется. Да. Все, хорошо. Теперь смотрите, теперь нам нужно сделать персональный каталог. Как мы это делаем? Вот на странице наверху, видите, три полоски. В правом верхнем углу, рядом с сумочкой, мы видим три полоски. Нажимаем на эти три полоски. И здесь у нас есть раздел построить собственный каталог. Нажимаем на раздел построить собственный каталог. Что мы видим? Мы видим все страницы каталога по порядку. И сейчас мы будем выбирать. Вот каждый выберите себе, кто какой каталог сделает. Да, кто парфюм, кто декоративка, кто волна, сможет быть, сделает, то детскую сделает. Вот просто выбирайте те страницы, которые вы хотите отправить клиенту. Я первую страницу выбираю обложку каталога. Дальше. Следующее. Я, например, хочу сделать раздел волнас. Иду, смотрю, да, пока я не дойду до раздела волнас. Кто-то парфюм, может быть, будет делать, кто-то только мужской делает. Вот сейчас параллельно просто каждый делайте свой персональный каталог, чтобы понимать, как это работает. Ой, Люба, извини, пропустила. Ага. Персональный каталог. Как сказала, вот обложку выбираешь. Так, смотри, вот, ну вот, зашла в онлайн каталог. Три полоски нажали, да, наверху. В правом верхнем углу рядом с сумкой три полоски. Нажимаем. Построить собственный каталог. Нет. Это должна быть ссылка для работы с клиентами. Вторая ссылка. По первой ссылке этого нет. Это только по второй ссылке. Так, еще раз. Сейчас покажу здесь. Придется чуть подождать, потому что подвисает. Итак, вот у нас мы заходим в Е-каталог. Я сейчас прям по порядку. Смотрите, ладно, кто у кого не получилось, параллельно сразу делайте. заходим. Заходим в Е-каталог. Заходим. Ну давай же, грузись. Вот этот вот момент, кстати, у меня всегда очень долгий. Я не знаю, с чем это связано. Причем он на разных телефонах тоже долгий. Я думала, может, на моем только. Нет. Вот сейчас на другом сижу. Все равно долгий. Это у всех так. Вот. Дальше. Вот, зашли. Е-каталог. Заходим в раздел Е-каталог. Подожди, куда нажала в начале? Я сначала зашла в приложение. Ага. Потом зашла в раздел Е-каталог. А где там был Е-каталог? Правый верхний угол, там же, где все в Е-каталоге. Ага. Вот сейчас захожу. Обратно не выйду, иначе еще буду пять минут только заходить. Там, где домик нарисован, правый верхний угол, там раздел Е-каталог. Ага. Так. Ну, давай, дорогой мой, грузись. Загружайся. Ага. Вот, зашли. Теперь мы сейчас используем не первую ссылку, а вторую. Вот, Е-каталог для работы с клиентами. Ого. Мы используем вторую ссылку. Копирую ее. Все скопировали, кто еще не скопировал. Ого. Дальше. Сами себе сохраняйте. Я в Телеграмм сама себе сохраняю. Вот. Вставляю сама себе в Телеграмм сохраняю. Вы можете хоть куда, но мне удобнее в Телеграмм. Вот. Вот она, эта ссылка, да. Я ее как будто отправила какому-то клиенту. Дальше. Захожу по этой ссылке. Ну, когда я захожу, я попадаю вот на такой же Е-каталог. Просто он отличается чуть-чуть функционалом. Открылась ссылка у всех, у кого вопрос возникал. Да, да. Так. Вот теперь в правом верхнем углу рядом с сумочкой три полоски. Видите? Ага. А, построить собственный каталог. Понятно. Вот. Три полоски. Построить собственный каталог. Нажимаем. И вот смотрите. Здесь страницы будут в том порядке, в котором вы их отмечаете. То есть, если вы сначала в серединке там что-то отметили и потом захотели обложку поставить, то обложка у вас будет под тем номером, под которым вы ставите. Вот это понятно? Поэтому и первая страница у меня – обложка. Ну, вы можете не делать, да? Ну, я делаю. И дальше я делаю каталог Wellness. Вы решите, какой каталог вы сейчас будете, и потом можно ссылочку даже скинуть там в чате, чтобы было понятно. Вот я делаю каталог Wellness. Значит, я ищу раздел Wellness. Кто делает парфюм, кто уход за лицом. Можно, например, да, уход за лицом Navage отдельно, уход за лицом Optimals, уход за лицом Love Nature. Можно же так, да, бюджетная, средней ценовой категории, и люксовая серия. Дальше. Дополнительный уход. Можно отдельно каталог. Маски, скрабы, эссенцию, серию про Сьютиклс можно туда добавить. То есть, вот, это отдельно можно сделать. Люба, Люба, а скажи, пожалуйста, еще раз, вот этот персональный каталог, то есть это только можно клиенту, получается, отправить, который тебе потом, ну, через тебя будет заказывать, правильно? Ты можешь его создавать и ссылки себе сохранять, Марин. Вот получается, да, вот у меня. Вторая страница будет вот эта. Дальше, третья страница – это витамины. Дальше иду по порядку. То есть, все, что связано с Wellness, я выбираю. Вы выбираете то, что вы... А как ты странички ставишь? А я просто нажимаю на эту страничку. Она по порядку установится, да? Ну, в каком порядке, на какие страницы вы нажимаете, то и ставится у вас по порядку. Ну, вот, смотрите, да, сейчас я это уберу. Допустим, вот 6-7, вот, просто задеваю страничку ставиться, и если я пропустила одну страницу, поставила вот так, видите, да, у меня 6-7-8-9, а я не хочу так. Я хочу, чтобы было по порядку 8-9. Собрали страницы свои? Да. Хорошо. Дальше. Есть такая кнопочка – предпросмотр блокнота. То есть, там будет видно, какие страницы вы выбрали. Вот идет первая страница. Дальше. Я поменяла местами 83-82, ну, потому что, да, тут 55 лет, красота изнутри, вот эта вот вводная страница, как бы, да, чтобы красиво было. Вот. Потом витамины, потом коктейль, потом пребиотик, потом вся линейка wellness и батончики у меня. Все. Я посмотрела, да, меня устраивает, все нормально, все хорошо, визуально красиво. Ну, все странички я взяла, да. По сути, нам важно, чтобы лишних страниц не было, ну, случайно там парфюм какой-то не прошел у меня, да, если я делаю wellness-каталог. Создать каталог. И дальше. О, тут добавились, кстати, три недели назад, когда мы проводили, были только три кнопочки. Сейчас добавился Pinterest, добавился WhatsApp. Очень удобно. И я, ну, сама себе, я, скорее всего, снова не смогу отправить, да. Есть кнопочка копировать. Люба, ты попробуй в WhatsApp. Вроде бы было. Сейчас. Сама себе. Ну, сейчас попробую. Ой, 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 где она у меня? Нет, все равно меня подвисает, не буду. Где у меня теперь персональный мой каталог? Потеряла. Да, теряла. Все, я быстренько сделаю заново, а вы свои собственные каталоги. А, вот у меня идет. Нет. Вы собственные каталоги можете мне даже в личку прислать в Телеграм, чтобы я проверила. Я также заново быстренько делаю. Раз, два. Волнос-каталог. Смотрите, вот это можно сделать один раз в начале каталога, в нулевой день, например. Это можно сесть, сделать каталоги. Я скопировала просто. И сама себе отправляю. И теперь захожу, смотрю, что у меня получается. Получается так. Вот, то есть можно… Началось. Ай-яй-яй. Вот это у меня сегодня было, и меня не пропускало почему-то. Так, у вас получилось отправить каталог сами себе или кому-то? Я опять отправила подруге, все открывается. И тебя отправила, кстати, в Телеграм. Да? Сейчас. Хорошо. Сейчас я в Телеграм проверю со своего номера. Вот мысль свою, да? То, что я начала. Волнос-каталог. Галина получила. То, что я начала. Можно в начале каталога разбить на разделы. Просто велнос отдельно, декоративку отдельно, там парфюм отдельно и сохранить себе. Вот мне Галина прислала. Вот, да, у нее, ее каталог. Первая страничка. Дальше витамины, коктейли, пребиотик и следующая страничка. То есть вот велнос-каталог работает. Самой себе не всегда срабатывает. А вот так, ну, когда я другому… Вот мне отправила, Галина, да, все нормально, все сработало. Спасибо. Спасибо. У остальных сработало? Получилось у остальных? Да, у меня все работает. Все отлично. Так, теперь быстренько посмотрим с ноутбука, да? В принципе, принцип тот же самый, но чтобы было понятно, где искать. Сейчас я выйду здесь. Где? 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 Где зум? Ай. Так. Самой себя надо сначала назначить, наверное, да? Так, здесь…